здравствуйте дорогие друзья с вами сегодня михаил добро пожаловать на наш канал и хочу начать пожалуй с этого колье небольшое виде таких прекрасных прекрасные грозди винограда листочки у нас покрыты эмалью зеленого цвета а вот грозди винограда у нас кристаллы и некоторые кристаллы с покрытием аврора бреалис идет цепочка серебряного тона замочком крабик так изделие выглядит с обратной стороны по-моему это у нас орудиевое покрытие имеется так следующие брошь я так понимаю виде бабочки сама оправа имеет золотой тон приглушенный и почему-то на крыльях бабочки цветочки но возможно сама бабочка так в цветочках сидит как бы за ними спряталась да все наши винтажные мои все наши изделия приобретены винтажной лавки сегодня мы вам показываем так брошь выглядит с обратной стороны да мы видим отличительный узор от компании 1928 очень оригинальная работа бабочка брошь компании 1928 и смотрю сейчас очередная у нас бабочка брошь посмотрите какая она интересная я таки не пойму что это у нас за такое покрытие как набор таких мелких камешков я даже не пойму возможно не так знаете залиты чем-то да возможно эмаль но интересно вот этот состав как не имеет мало и маленькие частички чего-то интересно да и так брошь выглядит с обратной стороны мы видим маркировку компания мексико альпака 0 пока это по моему да это сплав трех металлов если не ошибаюсь алюминия никеля и цинка и как будто бы изделие сделаны из серебра похоже очень так следующая наша находка если не бабочка то конечно же стрекоза да вроде тепло пришло немножко вернее солнышко выглянуло но довольно холодно сколько у нас градусов примерно 8 8 но да для нас довольно прохладно но уже хоть дождение но само собой плюс на минус не хватало замерзли все да и вот давайте поближе к этому к этой броши стрекоза и не помыть у нас основа такой серебряный тон имеет и снежно-розовыми кристаллами покрыта так изделие наше выглядит с обратной стороны имеется брошировка металла маркировки не вижу только такие кружочки на крылышках следующая находка да да аренечка ты права она не длинная очень короткая ну как бы особо цепочка нас не впечатлила да вот бусины очень понравились вот имеется даже кристалл так эти у нас бусины со стекла из выполнен мне даже кажется что это мураноглаз да очень красивая розочка внутри а вот это у нас перегородчатая эмаль или в технике клоузовыми выполнена очень красиво ну такая вот такое колье придется потом доставать манекен чтоб помог нам ну и замочек крабик да да мы тут среди не посмотрели на эту брошь две уточки скорее всего это пара с маленькими утятами по всей видимости это похоже на олово сплав маленькие гвоздики это скорее всего мы так догадались крышечка есть такие забыл мы когда-то даже изучали обычно они идут как шкатулочки такие маленькие шкатулочки это крышечка а вот внизу шкатулочки было я помню компания должна быть я забыл был такой специалист который производил только эти изделия как шкатулка маленькая и вот такая брошь с пусетами ну или гвоздики следующая наша находка брошь очень маленькая совсем крохотная выполнена в золотом тоне такой москва гондола и гондольер и так брошь выглядит с обратной стороны очень любопытно такая интересная иголочка необычная форма без маркировки так следующее у нас брошь необычная такая она как накладная так сказал бы винт и якорь корабельный да необычность в том что якорь сделан в золотом тоне а винт в серебряном ну а точнее сказать здесь есть маркировка стерлинг а вот на якоре так понимаю 10 карат там что-то еще спряталась может покрытие очень оригинальная работа комарская тема и так далее следующая наша находка такой брошь планка сама основа выполнена на золотом тоне а вот в центре такой крупный кристалл медового цвета так брошь выглядит с обратной стороны без маркировки имеется такая брашировка что такая милая брошь планка очень скажу вам необычная брошь виде полумесяца с подвесками сама основа выполнена в таком серебряном тоне месяц наш имеет лицо посмотрите и такие подвесочки со звездочками и тоже полумесяцами интересно так очень красиво сделано да тут идут кристаллы даже по краю изделия я сначала было подумал что это может быть компания джей джей ну похоже что такой стиль но нет здесь маркировки я не обнаружил видно конечно по иголочке что довольно таки винтажное изделие и следующее у нас идет брошь в виде такого песика озорного по мне так он похож на таксочку такса собачка очень интересное покрытие у изделия в виде такой сахарной пудры сахара точнее а цвет бесподобно такой и ней хвостик золотом тоне лапки да и бантик имеются кристаллики на бантике внизу на шейничке и на хвостике милашка да пёс милашка вот и брошь выглядит так с обратной стороны без маркировки следующая брошь тоже в виде собачки это у нас уже пудель в таком золотом тоне приглушенным глазки у него кристаллики зеленого цвета потешно наклонил головочку и смотрит скорее всего на хозяина так наше изделие выглядит с обратной стороны без маркировки очередная наша находка то ли кот то ли тигр непонятно то ли это может маленький какой-то голова что-то большая но сильно какой-то смешной ну нам наверное он этим и понравился своей необычностью на тельце у него видать была эмаль покрыта ведь она уже немножко сползла так выглядит с обратной стороны необычная действительно вот это опять иголочка без маркировки так следующее брошь небольшая посмотрите этот огромный кабошон стеклянный такой светло-голубой цвет завальцован он так таких крапаны как зубчики филигранная такая оправа имеет у нас оправа так выглядит брошь с обратной стороны без маркировки а да ажурная оправа так сказать я немножко ошибся да да но она такая небольшая брошь следующая наша находка брошь в виде розы оправа у нас имеет такой золотист золотой тон приглушенный и вы посмотрите имеется кристаллик розового света каплевидно очень все красиво реалистично брошировка по металлу идет так брошь выглядит с обратной стороны имеется маркировка от компании Avon такая брошь небольшая вполне симпатичная очень красивая брошь веточка вы посмотрите какая какой ассорти из маркизов разные цвета а вот на стебелечке идут кристаллы все у нас зажато в крапаны основа у нас имеет золотой тон без маркировки я смотрю пошли насекомые то ли мухи то ли пчелы мы их нашли две в паре возможно кто-то их носил в паре абсолютно одинаковые ну очень красивые такая тонкая работа у крылышек я смотрю да как струнки проволочки в золотом тоне а сами пчелки у нас покрыты белой эмалью на это небольшой исход покрытия да и так вот они выглядят с обратной стороны это компания у нас манная очень красивые пчелки мухи мухи броши мухи 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 очень красиво действительно все так реалистично лапки крылышки оправа имеет брошировку металл таки первый раз встречаю очередная брошь смотрю насекомое тоже пчелка тельце у нее видите кристалликами усыпано оправа имеет золотой тон я смотрю имеется крепление под кулон даже так выглядит брошь с обратной стороны в золотом тоне без маркировки брошь в виде цветочка или снежинки может быть очень красиво действительно сделано лучики усыпаны кристаллами да очень такая тонкая работа так брошь выглядит с обратной стороны как пористый металл идет интересно да я тоже думаю что очень винтажные изделия там глубине есть какая-то надпись по моему или может я ошибаюсь может какие-то просто цифры ну очень красивая брошь брошь снежинка или солнышко как регина назвала так регина ты сказала будешь помогать мне трехрядный об этих бусах рассказывает красивые бусины трехрядные бусы красивые да необычный цвет имеют мне кажется это стекло вполне может быть а в центре такой прекрасный камея на перламутре да такая девушка да она же имея как бы застежка у нас об видите я бы никогда не додумался бы что-то застежка оправа у нас имеет такой серебряный тон цвет действительно необычный маркировки я здесь не вижу сделано под черный жемчуг но это стекло ну да ну смотрится красиво ой да еще на манекен поставим очень красиво спасибо регина за помощь то я позже не справился на этом дорогие друзья наш обзор подошел к концу я хочу вас поблагодарить за просмотр за поставленные лайки за подписку на наш канал всего доброго и до новых встреч до новых встреч о